Христос воскресе из мертвых, Смертью смерть поправ, Исущего грабежи водорова. Христос воскресе из мертвых, Смертью смерть поправ, Исущего грабежи водорова. Господи Боже, благослови нас на эти занятия И помоги нам вникать в Твое Слово И исполнять заповеди Твои всем сердцем нашим Помоги нам внести Слово Твое другим людям И самим исполнять его, чтобы они, видя дело наше, встали на путь истинный Просвяти разум наш и детей наших светом истинных Аминь Аминь Комментарий Я тебе очков не включен Ну вот так А ты ближе, конечно, по стенке не повредит В 14 глава 28 стих В 14 глава 28 стих В 14 главе 28 стих В 14 главе 28 стих Что там за книга? В 14 главе 28 стих Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он что нужно для совершения ее? Дабы когда положат основания и не возможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря Этот человек начал строить и не смог окончить толкование В 14 главе 28 стих В 14 главе 28 стих И всякий человек, решившийся творить добродетель, но не достигший до божественного знания, поскольку начал добродетель несовершенно и неразумно, строит несовершенно, так как не может достигнуть башни высокого знания Почему и бывает посмешищем, смотрящих на него людей, бесов и иначе Под основанием можешь разуметь слово учительское Ибо слово учителя, рассуждающее, например, воздержание, брошенное на душу ученика, подобно основанию На этом слове, как на основании, нужно и построение, то есть совершение дел, чтобы башня, то есть добродетель, которую мы вознамерились творить, была окончена у нас и притом была крепка пред лицом неприятеля А что слово есть основание, а дело построение, всему довольно научает нас апостол, когда говорит Я положил основание Иисуса Христа, а другой строит 1 Коринфянам 5, 10 И комментарии дальше Там, где нет слова учителя, священника, там просто толпа, прохожан Это всегдашнее состояние России и особенно перед революцией Слово Божие не проповедовалось почти нигде, разве только у сектантов, которых православная церковь безжалостно истребляла и притесняла У народа не было основания истинной веры, и здание Святой Руси строилось на песке Этого-то уж не могут отрицать даже самые ярые монархисты и черносотенцы В один миг рухнул такой колос на длинных ногах На поверху оказалось, что никакой веры в народе нет, а есть только вожделение сытого желудка С такой легкостью народ бросился грабить всерашние монастыри и храмы и убивать священников Сегодняшнее состояние православной церкви нисколько не лучше, потому что Евангелие не проповедуется И чтобы убедиться в том, что пасты не просто наемники, а совершенно чужие люди, не имеющие в себе духа евангельского Любому из них предложите начать трудиться в незнакомом месте, имея в руках только Слово Божие, Библию То есть начать трудиться так, как трудились апостолы Апостолы ходили не в подрязниках с особыми широкими цыганскими рукавами, не в клубуках Посланники Христа ничем не отличались от тех, кому проповедовали Их узнавали только по проповеди, только потому, что они были с Иисусом Деяние 4.13 Видя смелость Петра и Анна и приметив, что они люди не книжные и простые Они удивлялись, между тем узнавали, что они были с Иисусом Кому это определение подходит сегодня? Народ может узнавать их потому, что видели батюшку по телевизору, видели в храме, в рясе Но узнавать, что он был с Иисуса, можно только по проповеди Слова Божия А этим не занимается ни патриарх, ни сенот А значит, то, что называется православием, стоит не на прочном фундаменте и должно рухнуть окончательно Под основанием можешь разуметь слово учительское Притча вкратце, как бы итог подвести Однажды решившись следовать за ним, чтобы это решение сохраняли до самого конца С 31 стиха Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде Силен ли он с десятью тысячами противостать идущему на него с двадцатью тысячами Иначе пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником Соль добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится Вон выбрасывает ее Кто имеет уши слышать, да слышит И эта притча научает нас не раздвояться душой Не привождаться к плоти и прилепляться к Богу Но если имеем намерение вести войну против лукавых сил И поступать на них, как на врагов И самым делом противоборствовать им Если он намерен восстать против греха Должен воевать против него всей душою Ибо воины его сильны и страшны И кажутся больше и многочисленны нас Поскольку воины греха суть бесы Которые против наших десяти тысяч Направляют, по-видимому, двадцатитысячное число Они же, будучи бестелесны И, состязая с нами, живущими в теле Имеют, по-видимому, большую силу Однако же мы можем бороться против них Хотя они кажутся и сильнее нас Ибо сказано С Богом мы окажем силу Псалом 59.14 И Господь свет мой и спасение мое Кого мне бояться? Если ополчится против меня полк Не убоится сердце мое Псалом 26.1.3 При том же Бог, поплатившись ради нас Дал нам власть наступать на всю силу вражем Лука 10.19, 2 Коринфянам 10.34 Хотя по причине телесности мы Составляем, по-видимому, десять тысяч Против их двадцати тысяч Но при По причине болезненной Бестелесной их природы Однако же мы должны говорить Господь, Бог, сила моя А вакуума 3.19 И никогда не должны Примиряться с грехом То есть Порабощаться страстям Но с особенной силой Противостоять им И должны Разыметь непримиримую Ненависть к ним Не желая ничего Страстного в мире Но оставляя все Ибо тот Не может быть Христовым учеником Кто оставляет Не все Но имеет расположение К чему-нибудь в мире Душевредному Ученик Христов Должен быть солью То есть должен быть Не только Сам в себе Добр и непричастен Злобе Но и другим Сообщать доброту Ибо такова соль Она сама Оставаясь Неповрежденной И свободной От гниения Предохраняет От гниения И другое Чему передает Это свойство Но если соль Потеряет Свою природную силу Она не бывает Ни на что полезна Не годится Ни в землю Ни в навоз Слова сии Имеют такой смысл Я желаю Чтобы всякий Христианин Был полезен И силен Назидать Таким крупным шрифтом Выделено Не только тот Кому верено Дарование Учительства Каковы были Апостолы Учителя Я и пастыри Но я Большим буквами Требую Чтоб и сами Миряне Были плодоносны И полезны Для ближних Если же Имеющий Служить На пользу Другим Сам будет Негоден И выйдет Из состояния Приличного Христианину То он Не в состоянии Будет Не принести Пользы Не получить Пользы Не в землю Сказано Ни в навоз Не годится Словом Земля Делается Намек На получение Пользы А словом Навоз То есть Гной На доставление На доставление Пользы Поэтому Как не служащий На пользу Не получающий Пользы Он должен Быть отвергнут И выброшен Вон Слово Ваше Добудет Всегда С благодатью И правильной Солью Колоссянам 4.6 И комментарий Игнатий Тихонович Первые Христиане Заботились Только об одном О том Чтобы Слово Иисуса Проповедовать Погибающему Миру Деяния 8.4 Между тем Рассеявшиеся Ходили И Благовестовали Слово Деяния 4.29 И ныне Господи Возри На угрозы Их И дай Рабам Твоим Со всей Смелостью Говорить Слово Твое В первоапостольской Церкви Как говорит История Были написаны Даже Особые Правила Закрепляющие Закрепляющие Но Церкви На 40 На 40 Дней Будет Отлучен От общения Церковного Толкование Патриарха Вальсамона Занары Арестана Хотя Занары Арестана Хотя И прикровенно Но Поясняет Что это Правило Касается Научения В церковном Собрании В присутствии Епископа Только В третьем Веке Намечается Тенденция Усвоить Учительство В церковном Собрании Исключительно Епископом И отстранить От него Учителей Там Где они Еще Удержались Из этой Эпохи Известен Конфликт Между Оригеном И его Епископом Дмитрием Александрийским Проповедь Оригена В церкви По просьбе Двух Палестинских Епископов Александра Иерусалимского И Феоктиста Кисарийского Вызвала Энергичный Протест Со стороны Дмитрия В своем Письме К Дмитрию Палестинские Епископы Оправдывали Поступок Оригена А также Свою просьбу К нему О проповеди В церкви Ты еще Прибавляешь В своем Письме Что никогда Не слышно Да и теперь Необычай Что в присутствии Епископов Проповедовали Не понимаем Как можешь Ты Так говорить Неправду Святые Епископы Как скоро Находили Людей Способных Принести Братьям Пользу То приглашали Их проповедовать Народу Не раз Высказывалось Что этот Случай Из жизни Оригена Свидетельствует О том Что учительство Было доступно Простым Верным Древней Церкви Дмитрий Нисколько Не запрещал Учительство Оригену В школе Его Но с точки Зрения Дмитрия Учительство Церкви Было Исключительной Принадлежностью Иерархического Служения Ориген Ставил Служение Учителей Выше Чтобы всякий Христианин Был полезен И силен Назидать Не только Тот Кому Верен Дарование Учительства Каковы были Апостолы Учители И пастыри Но я требую Что и сами Миряне Были Плодоносны И полезны Для ближних Как место есть Послание Что Когда соберетесь Вместе Там Клоп Салон Есть У кого-то Получение Или что Кофесяна Послание Кофесяна Или это Во времена Апостола Павла Конечно Не было Такого Богослужения То есть По-другому Служба Проходила Естественно Ну и не служба Как собраненная Так и была Ну вот здесь То же самое Я желаю Тут Слово Наставление Всякий Крестьянин Полезен И силен И считать Ну у нас Так В православии Запущено Не Новости Если не чтец То уже Не имеет Ничего Но тут Имеет Свидетолкование Что Перед Епископом Не имеет Права Вы Почитали же Нет Вообще Сейчас В данный момент Ты придешь Скаж У меня Слово Есть Ну тебе Могут Искаж Я Читаю Создательное Слово Осажив Осаживать Что Не Взял И Все Сказано Ну Вот Здесь И Говорит Я Ничего Против Ну а Как Иначе Выходил Когда Он Не Был Еще Читая 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 слышали они сюда приезжал неоднократно вот вон тоже сам он простой мирянин у не рукоположен еще один священник который раньше его называл лютым врагом потом переменился господь так сделал андрей потому что расставался в православной церкви он переменился и об себе переманил сейчас везде в храме ему разрешают проповедь говорить там везде пансионатах везде то есть всю область которую него его принадлежит как говорится канонической территории он везде андрей проповедовать сейчас воду отца священник ну то есть священник должен увидеть талант в ком-то ира помочь развивать и способствовать чтобы проповедь росла а мы вчера андрея нету и все будет или нельзя пропускать богоспожа да я ездил тут у нас нет ну это не считайте люди ждали а тебе нет как нам в храм идти так начинают действия какие-то происходить глобально вот тут вот место есть в этом же стихе такое интересное что я зачитаю вам так всякий из вас кто не отрешется от всего что имеет не может быть моим учеником отрешется от всего что имеет что это означает это наверно умом своим не прилипляться сердцем умом ум занят своим я думаю сердце что тут забой это ну есть слабого нет не ну тут перевалиться будет беспечность не перевалиться а скорее всего умом не прилипляться именно как ты имеющий как не имеющий нет видишь на забота то всегда должна быть о чем-то у тебя и сердечного расположения как ты замуж что то скорее всего ум и заботишься а ум не другом в писании в проповеди скорее всего вот об этом имеется ввиду что порой тебя не поборол вот это да суета вот это да вверх на к тобой не взяла особенно забота если ты забегался и не нашел время почитать библию то ты действительно забегался ну я вот пример приведу я в том году когда я готовился к заезду детей тоже столько работы было и почти один тут все делал я настолько увлекся этим часов до десяти в одиннадцатом домой приходил и чувствую что все духовно ослабил сразу то есть библию перестал читать и молитва такая уже короткая лишь бы быстрее 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 то есть это все таки надо совмещать притчу помните один говорит господи и упал все у него больше сил не хватило ну да есть такое а он говорит ну давай как так он вот не молится ну что он ну иди посмотри он обеспечивает кто-то то есть ну конечно эти значит молятся там монахи а питанием принимают ну и не брали бы питание тогда не ничего не брали бы тогда духом святыми питались и все не надо никакой не еду не заготавливать ничего тут именно что в сердце у тебя как надо будет трудиться так что было уделите ну да еще один маленечко я себе вот маленький тем не хватит мне больше не надо у кого-то и силы нет у него что другого больше силы как бы есть он может и не только себе и кому-то еще уделить у кого-то силы нет он все равно на сайте ну и силы нет а потом обижается что они помогают ну и у кого-то и силы нет у кого-то и всякое разное то есть тут каждому что может дано не ну как дано то что ты уж должен понимать что делать развивать себе это можно свое умение списать то что мне не дано нет ну что значит один как бы как говорится у него полный двор там скотина а другой там маленечко себе мне хватит все мне больше достаточно мнения там не надо там да это тут дело уже хозяина дело в другом чтоб ты ум свой не загружал это вот что ну что ум потому что уже физически то или тебя ну корову подать или тебе семь коров подать есть разница есть семь коров дойти ум-то не мешает я тебе говорю что ум-то не мешает совершенно ум освободить это в сердце у человека когда он как бы прилепляется к этому в этом все полагает что на это уповает только на что на коров ну как ну на богатство на богатство на больше больше что ради обогатин как бы не то что обогатиться не трудиться чтобы в ходе лица у нас нет цели обогатиться в ходе прокормиться понятно чтобы только лишь бы прокормиться в прошлом занятии мы читали это с батюшек разбирали как там была одна цена такая что толкование что управляющим плугом не может быть мудрым так что получается плугом не управлять ну плуг это не только именно ты пашешь или что это имеется ввиду любая работа это когда ты целиком погружаешься а ум твой вот в этом во всем и живет а не направляется к небу чтоб ты дела делал а ум твой был на небе молился либо ты либо ты о писании размышлял или еще что то вот что имеется ввиду мудрость она никак не связана с твоим сердцем мудрость это знание которое ты получаешь через свой ум анализируя составляя почему Петр пишет и Павел пишет что о проповеди возьми слово с твоё вера щит латы и не вспомню дословно о проповеди говорится что мы должны все время быть в этом чтобы ты именно был воином бодрым на страже и здесь вот подтверждение этому шестая глава официально вводим до слова божьего верующего да вот как друг друга ничего не можем так всякий из вас кто не отрешется от всего не имеет что имеет не может быть моим учеником то есть ты хочешь быть учеником значит должен от своей скотины от всего избавиться конечно же нет тебе надо корниться это это все иметь ввиду чтобы ты умом был не там а был на небе и туда по-другому будет это физически кому-то мешает посещать там а кому-то кто-то успевает и там и там вот фиоритет где ты ставишь то есть что выше для тебя ибо враг ваш дьявол ходит как рыбка и щелев и ща кого поглотит вот если тебя это уже совсем поглощает что уже на руках значит уже задуматься да задуматься нет не то что нужно ум свой направить нужно оно все нужно попробуй потерять и не прожить без того что у тебя от своего хозяйства или еще что-то когда тебе некогда уже в кровь идти то тогда должен задуматься может тебе уже чуть-чуть поменьше оборот избавить это что 15 глава давай почитай стих приблизились к нему все мытари и грешники слушать его фарисеи же и книжники роптали говоря он принимает грешников и ест с ними но он сказал им следующую притчу кто из вас имея сто овец и потеряв одну из них не оставляет девяносто девяти в пустыне и не пойдет за пропавшую пока не найдет ее а найдя возьмет ее на плечи свои с радостью и придя домой созовет друзей и соседей скажет им порадуйтесь со мною я нашел мою пропавшую овцу сказывал вам что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающимся нежели о девяносто девяти праведниках не имеющих нужды в покаянии или какая женщина имеет десять драхм если потеряет одну драхму не зажжет свечи и не станет нести комнату искать тщательно пока не найдет а найдя созовет подруг и соседок и скажет порадуйтесь со мною я нашла потерянную драхму так так говорю вам бывает радость у ангелов божих и об одном грешнике кающимся толкование ибо если об одной овце неразумной и не созданной по образу божию когда ее найдут после потери бывает столько радости то сколько же более должно быть радости о человеке разумном сотворенном по образу божию притче очевидно под девяносто девяти овцами разумеет праведников а под одной овцой падшего грешника некоторые же под сотни овец разумеет все разумные твари а под одной овцой человека разумной природы которую когда она заблудилась взыскал добрый пастырь оставить девяносто девять в пустыне то есть в вышнем небесном месте ибо небо отдаленное от мирского треволнения и исполненное всякого мира и тишины есть пустыня господь найдя эту погибшую овцу положил ее на свои плечи ибо он понес наши болезни и грехи Исаия 53.4 и не тяготясь взял на себя все наши бремена он уплотил все что мы должны были и удобно и без труда спас нас и довел до самого дома то есть до неба Иса зовет друзей и соседей может быть ангелов которых мы разумели под овцами в двояком отношении и под женщиной разумея премудрость и силу бога и отца его сына который потерял одну дракму из словесных и по образу его созданных тварей то есть человека и дом выметен то есть весь мир очистился от греха ибо Христос взял грех мира на себя и дракма то есть царское изображение нашлась и настала радость как для самого Христа нашедшего ее так и для горних сил которые суть подруги его и соседки подруга поскольку говорят его волю соседки творят подруга поскольку творят его волю соседки поскольку бестелесны у нас православие вряд ли можно увидеть такую как бы испытать что увидеть радость когда еще до совершеннолетия ходили с папой на собрание то есть вот это видно когда проповедует человек захочет обратиться он выходит молится и все равно я сейчас вспоминаю они там песнопения поют что пропавшая найдена пропавшая овца после молитвы то есть попросит у бога прощения что первая ступень покаяния что человек принял в сердце ощущаешь что найдена пропавшая отца перед всеми исповедовал надо смелость выйти сказать другой сядет и стыдно или боится или что-то а тут как бы человека что-то подталкивает дух сведой или что можно да я вчера посмотрел один фильм увидел смотрю как бы стоит картинка православная бабушка ну думаю посмотрю называется фильм художественные язычники решил посмотреть оказывается православная бабушка приехала к своим своему сыну он живет со своей женой там у них дочь и все неверующие и вот она там пытается их обратить в православие сразу начало там мимо то что надо в храм идти там освящаться надо идти к крещению на исповедь к крещению причаститься то есть то что мы слышим обычно от православных и чего она добилась в конце фильма чем заканчиваться они все трое таки остаются вот там пришел один тоже неверующий пьяница и чудо сделалось она ему сказала деньги дает только не на выпивку смотри а он все равно купил бутылку и сел и все меня парализовало сидел возле этой бутылки приходит потом рассказывает вот этому ее сыну и жене его что вот какое чудо случилось все начал храм ходить а в оконцовке таки остался язычником потом но там висел это ездил какой-то поездки попал к язычникам там в африке это маску такое все и потом в конце фильм чем закончится нам не нужен этот твой христоска все бабушка пошла и концовки умирает то есть не слыша ни слова божья ничего просто она хотела через это то что в храме происходит обычно через это привлечь людей к храму через чудеса через чудеса через слово божье через чудеса поэтому это радости не было это радость не было не было радости вот эта радость такой ключевой момент когда действительно душа обращается к Богу а другие которые прошли этот путь они соучастники это радости да они были сами пропавшие нашлись и нашлась она и человек вышел и как-то детские воспоминания это чисто у меня как бы с детства но все равно как-то пробирает мурашки так по коже вот что-то ну как бы все равно то есть это как-то затерт у нас православие потому что души проходят не через рождение свыше не через слово божье а через уже стояние в храме как механическое механическое да все номинальное механическое это механическое оно превращается в номинальность и оно все это не дает вот этой духовной радости смысла просто люди приучаются ну пришел постоял где поклон где свечку поставил где батюшки где это бабушки научили там ладно еще священник что-то растолковывают вот и все это становится нормой а в дух да одно и то же оно в это в рутину затягивает а вот именно обновление ума вашего чьи слова божьи этого нету и нету радости то есть встречи с Христом нету и нету радости то есть жизнь православная она вот такая вот получается однобокая серая без радости а еще когда если приучаешь что ты должен обязательно причаститься уж какой ты как ты обязательно все закостинеешь в этом состоянии очень опасно в таком остаешься и в таком остаешься собрав все пошел в даль в дальнюю страну и там расточил имение свое живя распутное когда же он прожил все настал великий голод в той стране и он начал нуждаться и пошел пристал к одному из жителей страны той а тот послал его на поля свои пости свиней и он рад был наполнять свое чрево рожками которые ели или рожками рожками которые ели свиньи но никто не давал ему под образом человека выводит бог воистинно человеколюбивого бога воистинно человеколюбивого по двумя сыновьями два разряда людей то есть праведников и грешников и сказал младший из них дай мне следующую мне часть имения праведность есть древний удел человеческой природы поэтому старший сын не вырывается из отеческой власти а грех у них есть зло впоследствии родившиеся поэтому и вырывается из-под родительской власти младший сын который вырос грехом превышающим последствия имение есть разумность которая подчиняется и свободно ибо всякое разумное существо свободно господь дает нам разум чтобы пользовались им свободно как истинным нашим имением и дает всем равное ибо все 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 равное разумное все равное все равное разумное самовластно ну а один из нас пользуется всем достоинством согласно с назначением а другие дарование Божиим дарование Божие делают бесполезным под имением в кавычках нашим можно разуметь все вообще что Господь дал нам именно небо землю всякую вообще тварь закон пророков но младший сын увидел небо и облаготворил он ее увидел землю и почтил ее а в законе его не хотел ходить и пророкам делал зло старший же сын всем этим воспользовался во славу Божию Господь Бог дав все это в равной мере позволил каждому ходить жить по своему произволению и никого не желающего служить ему не принуждает да никак никого не желающего по свободному делу ибо если бы хотим принуждать то не сотворил бы нас разумными и свободными младший сын все это в совокупности расточил и что было причиной то что он пошел в дальнюю сторону ибо когда человек отступит от Бога и удалит от себя страх Божий тогда он расточает все божественные дары будучи близки к Богу мы ничего не делаем такого что достойно погибли по сказанному всегда видел я перед собой Господа ибо он одесну и меня не поколевлюсь а удалившись и отступив от Бога мы делаем и терпим всевозможное зло по словам вот удаляющие себя от тебя гибнут да удаляющие себя от тебя гибнут псалом 72 итак неудивительно что он расточил имение ибо добродетель имеет один предел и есть нечто единое а злоба многочастно и производит много соблазна например для мужества один предел именно когда как и на кого должно употреблять гнев а злоба два вида страх и дерзость видишь ли расточается разум и единство добродетель погибает когда это имение расточено и человек не живет не по разуму то есть по естественному закону не последует закону писаному и пророков не слушает тогда наступает для него сильный голод не голод хлеба но голод слышен и слова господня и он начинает нуждаться поскольку не боится господа но далеко отстоит от него тогда как боящимся господа нет скудости так как боящийся господа крепко любит заповеди его поэтому слава и богатство в доме его и он скорее по своей воле раскачает и дает у бога так он далек от скудости а кто далеко ушел от бога не имеет перед своими очами грозного его лица тот неудивительно будет испытывать нужду поскольку в нем не действует никакое божественное слово и пошел то есть далеко зашел и укрепился в злобе пристал к одному из жителей страны той соединяющийся с господом есть один друг с господом а совокупляющийся с будницей то есть с природой бесов становится одно тело смея все целы делаясь плоти и не имея в себе места для духа подобно жившим во дне потопа жители той страны отдаленные от бога без сомнения судьбе сырь успев и сделавшись сильным в злобе он посел свиней то есть и других учит злобе и грязной жизни ибо все находящиеся удовольствием в тине бесчестных дел и вещественных страстей суть свиньи глаза свиньи никогда не могут смотреть вверх имея такое странное устройство почему и посущие свиньи если поймав свинью долго не могут укротить ее риск забивает ей голову назад и таким образом умеряет ее риск как человек пришедший на такое зрелище какого он никогда не видал когда поднимает глаза на сцену бывает поражен и молчит так глаза тех которые воспитаны во зле никогда не видят горнего сихтер пасет превосходящий многих возлобит каковы содержатели глудец начальники разбойников мытари ибо всех такого рода людей можно сказать что они пасут свиньи несчастный сей желает насыщиться грехом но никто не дает ему всего насыщения ибо привыкших злу не находит насыщения в нем удовольствие не постоянно но как приходит с тем месте и отходит и несчастный сей опять остается с пустой на душе с пустотой на душе ибо грех подобен рожкам имея сладость и горечь на время он наслаждает но мучает навеки никто не даст насытиться злом тому кто услаждается злом тому кто услаждается то есть он перестал молиться перестал читать евангелие так можно выразиться то есть отошел вообще от бога разум не знаю есть которые люди вообще ладно дети родившиеся в христианской семье то есть их с детства воспитывают они слышат а есть люди которые совсем никогда не слышали меня боги никогда ну это понятно не здесь с одной семьи два сына у отца значит оба сына жили в одной обстановке да просто один воспользоваться своей свободой о чем он стал думать о грехе об удовольствии а как он может испытывать свято он захотел свято испытать ну а те закон отца порядок отца не позволял ему это делать почему он потребовал уйти да не менее то есть основа на чем мне наслаждаться услаждаться вот шоу одинаковые по всей видимости одинаково одинаковых условиях они жили жили у отца знали порядок строгость отца благочестия это воспользоваться своей свободой где-то он вкусил греха ну свободен воспользоваться свободой один остался другой пошел так и у всех свободой конечно у всех да поэтому отец отпустил он не может его удержать ну старший сын не вырывается из оптической власти то есть он если мы как это образно сказать разумный под властью божией воли должны быть под властью его заповеди и учения вот а тот значит решил глупость я свободен посмотрелся фильмов посмотрел как там люди живут и пошел ну вот и вляпался об этом же ездра говорит когда он говорит что один а там кому ну это который праведники для них там богослужение все все а нечестиво этому ничего не надо потому пустым говорит пустое полным полное то есть вот такой там смысл заложен ну это шалатовский друзья заранее прошу прощения вот это мне очень нравится как раз говорится о блудном сыне который ушел из дома отца с матерью возненавидел это все и в оконцовке обращается как у него жизнь он прожил во грехе помнел вспомнил об отце это ладно если он вспомнил то есть он употребил свою свободу во спасение себе он вернулся в тот дом отца который всем изобилил не дает освещение да это да он источен не получает свободы все таки у него ум еще был способен к размышлению если он вернулся обратно значит он был научен значит он знал куда возвращаться конечно научен да ну простой пример вот я перед вами стоящий с потерявки сбежал вернулся расточил и вернулся почти упал духовно и Господь вернул обратно то есть дал осознание он тебе дал возможность вернулся ты захотел а Господь тебе дал возможность вернуться с силой мудрости и все это то есть по нашему желанию Бог и дает кто-то уезжает с потерявки ему неуютно здесь а кто-то остается кто-то на зиму уезжает кто-то на зиму уезжает да кто-то остается да поэтому а кто-то приспосабливается к этому мудрости плечи она такая она ее можно во многих плоскостях мне просто оба одинаковые были ну вот можно давайте прочитаем некоторых человеком было два сына и сказал младший из них отцу очень да ну там продолжение будет этой плечи да значит они жили в одних условиях и он знал что есть наследствие есть деньги вот то есть вот если так вот логически размышляют ну в любой семье возник двух детей разные нет же таких что вот прямо ну один в один каждый имеет свою боль и он знал что есть Господь Бог о чем дальше говорит что я согрешил против тебя и неба то есть продолжение вот ну каиле тоже в одной себе не родители ну один стал убийцей да а всего лишь навсего позавидовал что Бог принял одному жертву а другой нет и убил разморбился и убил ну это притча это совсем другой смысл там ну я просто к чему веду что тоже два сына в одной семье но разные и здесь тоже самое два сына но один захотел а ведь может быть такой вариант что сын мог бы и не вернуться погибнуть или еще что то тут написано под двумя сыновьями два разряда людей кто есть праведников и грешников вот это смысл а ушли от Бога да отец Бог дома одна земля ну тоже можно так сказать можно в таком глобальном плане можно вместо мира и семьи в частности так и в общем да ну как златос говорит что если хотя бы один человек из города обратиться он осудит на суде Божи всех то есть если те люди не придут к Богу ко Христу то есть у них кого-то смог да наверное поэтому иконы у нас в храме существует что это люди которые достигли царства небесного а не смогли а почему мы не можем что дальше дальше читаем да 17 по 21 стих придя же в себя сказал сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом а я умираю от голода стану пойду к отцу моему и скажу ему отче я согрешил против неба и пред тобою и уже не достоин называться сыном твоим прими меня в число наемников твоих встал и пошел к отцу своему и когда он был еще далеко увидел его отец его изжалился и побежав пал ему на шею и целовал его сын же сказал ему отче я согрешил против неба и пред тобою и уже не достоин называться сыном твоим толкование со временем распутный пришел в себя ибо до поля он жил разратно он был вне себя говорится что он расточил имение и справедливо поэтому он вне себя ибо кто не управляется разумом но живет как неразумный и других доводит до неразумия тот вне себя и не останется при своем имении то есть при разуме когда же кто сообразит какое ему впал бедствие тогда он приходит в себя через размышления и обращения от блуждания вовне к покаянию под наемниками вероятно разумеет оглашенных оглашенных которые как еще непросвещенные не успели еще сделать со сынами оглашенные без сомнения удовольствуются духовным хлебом с избытком каждодневно слушая чтение и чтобы тебе знать различия между наемником и сыном слушай три разряда спасающихся одни как рабы делают добро из страха суда на это намекает Давид когда говорит трепещет от страха твоего плод моя и судов твоих я боюсь псалом 118 120 другие наемники это кажется те которые стараются благоугождать Богу из желания получить благо как тот же Давид говорит я преклонил сердце мое к исполнению усталов твоих навек до конца тоже псалом а третьи сыны то есть те кои соблюдают заповеди Божии из любви к Богу о чем опять тот же Давид свидетельствует как люблю я закон твой весь день размышляя о нем и опять руки мои буду простирать к заповедям твоим которые возлюбил а не которых убоялся это которые из любви делают и еще дивны откровения твои и поскольку дивны потому хранит их душа моя все в том же псаломе и так когда тот кто находится в разряде сынов но потом через грех лишился сыновства увидит что другие наслаждаются божественными дарованиями причащаются божественных тайн и божественного хлеба под названием наемников он же разумеет не только оглашенных но и вообще членов церкви находящихся не в первом чине тогда он должен сказать сам себе сии слова сожаления сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом а я умираю от голода но встану то есть от падения греховного пойду к отцу моему и скажу ему отче я согрешил против неба и пред тобою оставив небесное я согрешил против онова предпочтая ему презренное удовольствие и вместо неба своего отечества выбрав лучше страну голодную ибо как тот можно сказать грешит против золота кто предпочитает ему свинец так тот грешит против неба кто предпочитает ему земное встал и пошел к отцу своему ибо нам должно не только желать того что угодно Богу но и самым делом исполнять ты видел теперь теплое покаяние посмотри же и на милосердие отца он не дожидается пока сын дойдет до него но сам спешит навстречу и обнимает его ибо будучи по природе отцом Бог есть отец и по благости он весь всего обнимает весь всего обнимает сына чтобы со всех сторон соединить его с собой прежде когда сын сам удалялся время было и отцу удалиться от объятия а когда сын приблизился через молитву и обращение тогда благовременно стало и обнять его отец пал на шею сына показывая что она непокорная прежде стала ныне покорной и целовал его обозначая примирение и освящая уста прежде осквернившегося как бы некое преддверие и через них не спорсовая освящение и волны путь да такой вопрос возник пришел в себя со временем распутный пришел в себя что способствует этому что он пришел в себя и как это возбуждать в них кто отступает или как это процесс происходит это же такой момент серьезный ключевой что он пришел в себя сразу у него проснулся ибо он привыкши к злу не находит насыщения в нем то есть удовольствие закончить что-то в кого-то какие-то случаи у каждого свой момент какой-то должен прийти ну и бывает такое что человек уходит от бога и не возвращается очень часто очень часто на что не пришел на себя которые уходили возвращаются почти люди не возвращаются да а этот пришел в себя что повлияло на это значит он был все-таки рожден свыше значит он испытывал эту радость общения с богом с отцом что осталось что-то было что осталось об этом днем и что дало этот росточек сопоставлял сравнил как он прежде жил как сейчас что я буду там я в таком состоянии сейчас я поймал то есть это значит это все-таки это духовное рождение уже никакой духовности сын был видишь не просто наемник а сын ну сын да значит у него была стадия другая научение общения с отцом радость вот это общение то есть все-таки все-таки все эти семена все равно а уже выбор они сделают сами нет ну не то что сами выбор а ну как все равно надо вести вести это значит объясняя все равно вечно ты не будешь как говорится принимать решения ты можешь когда маленький взять его перевести когда он зависит на степь чтобы вот это духовное рождение вот эти семена они давали плоды вот что духовно рожденное все равно захотел ну захотел это видно попал под влияние лукавого искушение что он пошел а семена которые отец родил в нем они остались сейчас вот они остались и дали все-таки плод вот расскажи что у тебя какие нет я другого я вспомнил местописание 1 яна 5.18 написано рожденный от бога не грешит но рожденный бога себя хранит и лукавый не прикасается к нему хранить слово хранить то есть ты не даешь ко греху приблизиться а если ты допускаешь то есть где-то послабление дал духовное то есть падение все и грех тебе подошел ты уже согрешил хотя ты рожден от бога вот неправильно вот это место очень сложное по пониманию потому что многие сектанты берут его и сразу начинают бросаться на православных тот житель бывший от двух он часто об этом говорил он говорит ну господи чего рожден от бога от бога не грешит а вы грешите как это вот какая же вы церковь да но есть такой момент что есть грех к смерти нет есть грех к смерти а есть грех не к смерти ну что грех к смерти это тот не рассказ да да вот он вот он но он этого не понимает то есть это не аргумент к этому тут другое что он пришел в себя и те семена у малых детей мы все-таки должны в них взращивать духовную радость чтобы вот эта духовная радость в них была и чтобы она духовная радость его обратно сюда влекла если даже он отступит уйдет вот в чем дело радость вот это слово радость это такое оружие обоюдоострое такое смотря что в человек попробовал эту радость в чем иногда пробует в грехе почему он ушел в грех что этот грех его увлек из семьи отца но он испытал от этого какое-то удовольствие не понимая что это такое но пошел потянулся за этим удовольствием но когда он источил все он понял что то удовольствие которое его вырвало из семьи оно ложное и он поэтому вернулся вот радость о чем значит должна быть радость о духовном рождении духовное рождение от общения с Богом потому что это вот я не знаю ну у всех рожденных тоже была радость от того что я когда перестал читать писание взрослый ребенка тоже может коснуться сколько раз вот так вот сказать что дети вот так вот что они просто по привычке ну это когда становится привычка то есть это все равно надо кто-то ходит ну вот как Игнатихович говорит я вот так вот обратился вот у меня такой момент такое число вот такая минута батюшка такого назвать не может хотя в одной семье и батюшкой что получается но я могу сказать їм тоже не могу назвать такой вот именно момент когда вот именно я была неверующая когда я стала верующей у меня этот был момент яркий момент когда я стал читать писаний и на меня когда бы я не верил то что я такого испытал чувство радости что это никогда не забывается и ты поверил что это был вообще не знаю да мы вообще не будем из меня мама потом обратите открылась открылись глаза духовный ты увидел ты сравнил и 10 до в чем мы пребываю я вот и все я чему вот это и рождение вот у тебя осветление вот именно зарение дух божий действительно открыл открывает тебе а у нас допустим от я я родился в старом мальчика семью да мы молились мы постели все прочее но смысла не было еще когда я уже стал немножко сам заниматься сюда ну да мне уже начал уже встретился после армии тем более и вот я не могу сказать точно также в каком у меня это дорастало постепенно то есть у меня больше открывалась 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 если конечно не сравнить допустим даже 25 или 30 лет и мы сейчас 70 совсем разные разницы начинала случайно другую плечу искать но я к тому что все-таки эту радость надо искать мы не спорим друг друга он испытывает это если человек не испытывал что просто как это вот его заставить волю свою да человек все равно воли пусть он даже нету там у него времени нету числа и даты когда он именно но он выбирает это ему нравится это не то что клуб там по интересам он приходит то все нравится он испытывает общение с богом испытывает эту радость его вот к этому а когда это происходит а другой человек не выбирает а когда происходит вот помните бы притчу не притчу читали а луки читали когда я вам креститель в этом первая пробовать я на крестителя когда он сказал всякий долг до наполнится горой ком понизится кривизны выпрямятся и неровности делаться гладкими и тогда узрит всякая плоть спасения божия а спасение божия она сопровождается радостью это когда человек свой путь исправляли нет я я я подвожу к этой радости и почему это радость духовная она вот именно дала тут плод вот этому вашему сыну что она позволила ему вернуться к отцу вот чем делать несмотря на то что он ушел он вернулся не столько может быть радость сколько я говорю сопоставление и потом страх а то что вообще остаться от голода умереть и так далее это своего рода голод духовный голод и вот это и поиздачно стран божий тут и не радость и все вот я тебе скажу я у нас близки было вот когда мы участвовать это видимо сколько вот так много раз задумался сколько среди нас не верующих людей все идет поток и думаю вы какие-то единицы тут в городе вот там там по городам там много верующих господи да слава тебе что ты открыл себя нам чтобы как-то нам но все-таки как бы ни были как не понимаем но все-таки открыты на и мы понимаем все-таки что именно без тебя нет жизни вообще не что ты основатель всего вас в семье вы даже одни выбрали одни же не все же выбрали к себе что хотя были все научены на так как знал папа вас так и научил то есть а постепенно кто-то остался в этом и пошел на вот путь свой потихоньку вверх по этой лестнице карабкаться а кто-то кому-то это не нужно потому что не избрал это я друг тому что семена эти надо кидать и понятно чтобы эти семена которые воспитывают либо страх либо радость возвращали в дом божий чтобы ребенок пришел в себя человек пришел в себя вот чем дело вот теперь надо что подходить чему значит надо составлять свой так круг чтобы была вот эта духовная радость а как это составляется что с при этом делается занятие библия читается библия читая дева радуйся и паки реку радуйся твой сын воскресе три дни вина гроба и мертвые воскресе воздвиг новые люди веселитесь а святись а святись а новые иерусалимы слава бог господня на тебе его сия лекуй ныне веселись а сегодня ты же чистая красусь а богородицы а восстанье рождества господи слава тебе за этот воскресный день за эту возможность собраться здесь все на месте и порассуждать о слове твоем благослови нас на предстоящую неделю и дай нам возможности не оставить в разуме волю твою святую эти знания которые мы сейчас получили благослови путешествующего брать батюшку верни его в мире боляющих серьги анастасию подержи на одре болезни на нас прости помилу ради милости твоей благослови путешествующих братьев наших тебе хвала слава честь и поклонение отец я имею слова нахлова хранит они слово-то хранит они используют они используют